Здарова, пилоты! С вами Синева Рима. Сегодня у нас вторая серия игры под названием X4 Foundation. Судя по вашим дизлайкам, вам очень понравилась первая серия. Ну что ж, погнали! Короче, мы с вами остановились вот в этой системе под названием Безмолвный... Безмолвный, вернее, Свидетель 1. Ну, мы могли бы еще и другие системы какие-то открыть. Ну, я считаю, что лучше всего сейчас вот сюда пойти, посмотреть... Ну, мы сегодня будем с вами заниматься исследованием. Еще хотел упомянуть, в прошлой серии я забыл про это сказать. В общем, кто-то пришел. Да? Нет? Кто-то пытается прыгнуть, походу. Ход в систему. Центр прибыли Альфа. Это, по всей видимости, опять Теладий. Да, это у нас система Теладий. Как я, в принципе, и предполагал, здесь у нас Теладий. И сверху будут Бороны, когда их, конечно же, добавят. Не знаю, может быть, их уже добавили, потому что я в некоторых диалогах слышал именно речь Боронов. У них такой, знаете, как будто они гель и газ надышались и говорят. Ну, у них такой голос. Они же типа водяные. Вот, а от Теладий они продадут все подряд. Самое главное, чтобы была прибыль. И все, это их приоритет. Ну, насколько я помню, их корабли самые быстрые считались. Из всех, и их часто подозревали в том, что они сотрудничают с пиратами. То есть, они им корабли свои. Ну, никто ничего пока еще не доказал. Так, фабрика компонентов дронов. Вот, напоминаю, я играю в бета-версии, поэтому, возможно, некоторые вещи вам покажут, что это сырое, либо еще что-то. Это компонент дронов. А там у нас фабрика медикаментов. Хорошо, смотрим дальше. Вообще, где мы находимся? Мы находимся вот здесь. Вот как раз у нас пассажирский транспорт. Давайте выберем, доставить этого-этого куда-то непонятно куда за 47 тысяч. Выбираем. Выбираем, ребята, эту миссию. Погнали. Сейчас как раз миссиями позанимаемся. Нам надо хотя бы немного денег подзаработать. Для того, чтобы, ну, хоть какой-то был стартовый капитал. Возможно, займемся торговлей, либо пиратством. Сейчас посмотрим. Игра, конечно, многогранная и многосторонняя. То есть здесь ты волен делать все, что тебе придет в голову, понимаете? То есть это очень классная игра в плане свободы действия. Свобода среди звезд. Передаю привет большой представителям сайта EliteGames.ru Так. Можно, да, сесть? А куда сесть-то, подожди. А, вот он. Вот сюда может сесть. Хорошо. Это, получается, дроны, которые защищают базу. Да, вы смотрите, видите, летают. Ладно. Может быть, нам придется, ребята, автопилот... ...купить. Как вы думаете? Сегодня у нас вообще будет марафон серии. Возможно, даже сегодня будет третья серия еще. Так что далеко не отходите, когда вы увидите вторую серию. О, чувак мне там что-то показывает. Чувиха, вернее, кажется. Ну, привет. Валька. Чувак, да, чувак. На бандита похож. Офицер. О, айти-то ладий. Так, мне кажется, ты ладий и надо забрать. Сейчас мы его заберем. Я забыл упомянуть, что можно выходить из своего корабля в скафандре. И делать что-то там. Взламывать, либо ремонтировать свой корабль. Если вы повредили свой корабль, то не стоит... В начале игры, конечно же, не стоит тратить деньги на ремонт корабля. Вы можете мультитулом все это дело отремонтировать. Алло, поднимайся на борт, пожалуйста. Элит-агрессор. Ну, давай, я тебя жду. Ты что, по стулу ходишь, что ли? У вас, походу, так принято, да? Нормально они обрисованы. Что-то там... Кто-то что-то говорил? А мы можем вот так вот. Shift-D нажать. И все. Так, ну, ждем пассажира. Где он? Вот он, да, походу. Да, это он. Давай, поднимайтесь, пожалуйста, на борт. Интересно, его можно продать в рабство? Было бы прекрасно. Частное лицо компании Талади. Поднимайся, что ты тут пишешь. Отлично. Прекрасно. Все. В общем, как выйти из корабля? Мы сейчас вам... Я вам сейчас покажу. Чувак, дай, пожалуйста, я сяду. Уйди, пожалуйста, ты мне мешаешь. Уйди, ты мне мешаешь. Так, по идее, у нас ограниченное время, ребят. Поэтому давайте сейчас лучше доставим нашего очпульчика. А потом дальше больше. А куда нам надо его доставлять? Непонятно куда. Походу через... Вот в эту сторону куда-то. Походу вправо куда-то мы уходим. Ну ладно, по путешествию. Ну ты уйдешь, нет? Эй. О! Смотрите, игру перезагрузил. И вроде бы... Все нормально. Правда, он что-то сел задом. А нет, нормально. Все, ладно. Теперь можешь уйти, пожалуйста? Я не хочу уходить. Ладно, иди. Хорошо. Еще раз. Надо ему дать возможность, чтобы он ушел. Во. А то я быстро прыгаю туда-сюда и все. Все. И вообще надо его уволить, мне кажется. Поехали. Знаете, да, как я... Я беру разгон немного, буст, и сразу же включаю круиз. Ну, ептать, не туда, не туда полетел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ах, успел. Ну, нам надо сюда. Во. Польшой разгон. Мы правильно летим, да, надеюсь? Да, мы правильно летим. Еще раз. Блин, эти магистрали, конечно, меня бесят. Ну, с ними, конечно, мы быстрее доберемся. Во. 8, 10. Нифига себе. 10 тысяч метров в секунду на скорость. Охренеть, не встать, я вам скажу. Так, нам надо прямо лететь. Хорошо. Что-то я, походу, кнопку какую-то нажал. Так. Погнали. Нам прямо лететь еще. Ну, давайте вот здесь вот полетим, да, отсюда прям. Ну, что ж, прекрасно, как эта система называется? Радужная перспектива. Система называется. Ребят, сейчас мы просто 47 тысяч кредитов получим просто за перевозку. Ну, мне кажется, в начальных стадиях как раз этими надо заниматься. Смотрите, рекламные щиты, щиты, вернее, щиты, щиты. Господи, как правильно? Рекламные щиты, да. Они никуда не делись. Это очень радует. Мне понравилось то, что, наконец-то, Югософт, разработчики, добавили, вернее, вернули объявление на станциях. Это очень атмосферно, мне кажется, смотрится и чувствуется. Теллади. Успел остановиться? Успел остановиться, ребята. Как раз просканируем. Посмотрите, без каких-либо загрузок. Как это классно. Многие спрашивают, как игра, Римас? Югософты не обосрались? Все нормально? Да нормально, все прекрасно. Игра еще будет дорабатываться. Вот то, что вы сейчас видели, этого не будет. Так, мы получили... А, 50... Мы получили 47 290. Итого у нас 55 тысяч. Надо сохраниться. Быстрое сохранение у нас F5. Так, здесь у нас пока что миссий нет. Видите, вот миссии прям показываются на станциях. Тоже станции надо делать, смотреть. Фабрика микросхем. Интересно, почему они здесь? Эти микросхемы. Микросхемы 1618 стоит. В наличии 357. Ну, мне кажется... Я не знаю, какая средняя цена фабрики микросхем. Допустим, смотрите. Мы можем микросхемы продавать в верфях, наверное, да? Торговое предложение Теллади. Смотрите, смарт-чипы. Энергокредиты за 12 кредитов. Медикаменты. А, микросхемы здесь нет. Хорошо. Вот большая верфь Теллади. Вот эта большая верфь как раз нам сюда надо, походу, прилететь. Но я бы хотел что-то с собой купить. Энергоэлементы, смарт-чипы. Здесь тоже микросхемы не хотят покупать. Я уже забыл, для чего микросхемы... Фабрика компонента дронов. Вот по-любому там микросхемы должны быть. Компоненты дронов. Масло всякие. Медикаменты. Здесь у нас контейнеры. Короче, непонятно. Понятно. Непонятно. Я понял, что я ничего не понял, да, ребята? Так, у них... Микросхемы нужны, мне интересно? Медикаменты. Я забыл, для чего нужен микросхема. Надо потом вспомнить. В общем, мы уже начали. Смотрите, видите, мы уже начали открывать более-менее. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Систем открыты, но они у нас не до конца открыты. Например, утеренная звезда 4 вообще не открыта. Здесь вот только вот эти вот места мы знаем. Знакомые и все. Компонента дронов. Так, фабрику микросхем пока не будем трогать. А вот медикаменты, я вам скажу. Медикаменты. Так, хранилище здесь. Здесь. А, вот хранилище. Короче, чем больше хранилища заполнен, тем дешевле получаются товары, да? Медикаменты 131. Мы можем купить сколько штук? 75 штук, да? За 9 тысяч. Медикаменты 131 за 9 тысяч. Я, насколько помню, вот здесь вот в Шрипьярде тоже медикаменты. Должны были быть. 134. Они требуются вроде бы. 134. А мы здесь фабрика медикаментов. Еще раз. 130. То есть мы можем за 130 купить, а там за 134 продать. Поехали. Раз уж мы сюда, как говорится, приплыли. Ну что, поехали. Давай-ка, братан, вези меня сюда. Нам показывается, кто нам надо лететь за товаром и прочее. Давай, брателла. Давай, не тупи. Хорошо? Не тупи, не тупи. Он ждет по ходу разрешения или еще что-то. Вперед. Ну, давайте подождем. Он должен, по идее, полететь. Какая-то задержка. Убрали бы эту задержку сразу. А дал приказ. Сразу взлет и вперед. Нам, по идее, надо кого-нибудь. Может быть, этого ящера лучше заказать. Я вот хочу узнать, он полетится или нет. Ну, давай, лети. Ну, моряк. Походу, из-за того, что у него скиллы маленькие. Селишко. Ну, вот, полетел, наконец-то. Да. Чувак, ты несерьезный. Я тебя уволю, наверное. Надо его уволить. Интересно, его уволить можно в космосе? Ну, давай, давай. Шевели поршнями, ну. Хорош. Полетел. И что ты тормозишь? Молодец. Умеет летать. Ну, так себе. Короче, все зависит от их скиллов. От их умения. А так вот, смотрите, на полу-авка можно играть запросто. Опять, ты чем-то занимаешься, подумаешь, что ты делаешь, да? Раз подошел, там дал задание. Он пока летит в одно место. Ты раз, опять чем-то занимаешься. Ну, имейте в виду, что вас могут убить по дороге. По пути, как говорится. Слишком рано ты тормозишь. Слишком рано. Я вон опять сейчас застрял, походу. А, надо было просто подождать, наверное, да? А то я тогда перезагружался. Ладно, давайте состыкуемся. Блин, автостыковщик надо взять, чтобы было намного удобнее. Там кто-то кого-то чпукает. Слышали, да? Так, садимся. Эти звуки мне чем-то напоминают. Звуки станции напоминают EVE Online. Когда я нахожусь в станции Калдари Спейс. Понимаете? А что я встал? Что я встал? Я даже не знаю, что я встал. Так, у нас погрузка как теперь? Проразошла, не произошла? Погрузка у нас произошла, нет? Ну, а посмотреть свой карго. Трюм. Так, погрузка у нас не произошла. И торговля у нас недоступна. Что-то я не понял. Ну-ка, братан, подожди. Ты купил? Иди, иди уже, иди. А вот, торговля доступна. Отлично. Это я что, получаю два раза подряд медикаменты буду покупать? Не понял. Я же купил их там. Ладно, хорошо. Медикаменты. Ну все, их. А, еще можем их купить? Еще один контейнер. 150. И что? И еще могу купить? А, все. То есть мы два контейнера наполнили? Получается. А, интересно. А где эти контейнеры находятся? Это, получается, погружка меня сейчас сделали, да? Вот звук был какой-то. Не знаю, что же случилось, короче, ребята. Но мы андукаемся. Полетели в далекие края. Нам надо лететь, дорогие друзья, в... В большую верь. Как-то так. Мы можем, кстати, здесь купить шипы. А, дистанционно мы можем. XL. Aist Aggressor. Так выглядит. Конечно, я скарфик упрощенная. Вот. Самый крутой обвес вот такой вот. Aist Aggressor. Albatross. Вот так вот выглядит. Самый крутой обвес вот такой вот получается. Это упрощенная графика. Проектировщики. Condor Aggressor. Ну, это ты лаги. Корабли. Но мне больше нравятся вот эти корабли. L-класса. То есть минералы-добытчики. Вот такие вот прикольные, необычные. А, пеликан. Так он выглядит. Феникс. Охренеть. Красота. И цапля. У них необычные, да, корабли? У Теллади. И все это дело, ребята, фитится. Фитится невероятно как классно. 60... 16 лямов его цена. Охренеть. Ладно, давайте отменим это дело. Мы с вами сейчас посадим своего чувака. Ну-ка давай, иди учись. Иди летай, короче, учись. Вот мне остался вопрос, как их прокачивать? То есть они прокачиваются сами? Как в Скайриме, например, как персонаж прокачивается? Или им надо проходить какую-то школу? Вот этого я не знаю. Ладно, так или иначе, мы сейчас его освободим от всех ордеров. И прикажем ему лететь в Черное Солнце. Вот в этот раз он быстро пошел, да? Кстати, здесь у нас... Требуется ремонт. Так. Отремонтировать за 129 тысяч. Ну, в принципе, это... Можно, в принципе, отремонтировать. Пойдемте, отремонтируем. Принять. Остановись. Так, нам надо сюда лететь. Давайте отремонтируем, пока мы не улетели. Вперед. Надо, кстати, телку брать. Лучше телку вторым пилотом брать, чем мужика. Мы сейчас как раз найдем себе телочку. Не ты лади, конечно же. Да, и этих паранидов надо вам показать. Вообще, надо залететь к паранидам. Насколько я помню, в X3 они где-то были ниже. Вот здесь вот они находились. Здесь, ну и некоторые системы здесь. Вот. Параниды, параниды. Потом к бору нам залетим. Тормози, братан. Ой. Нормально. Так. Что тут надо отремонтировать? Я что-то не понял. Вот эту снегу? Ладно. Ну, давай отремонтируем. Спокойненько. Вот, пожалуйста, ребят. Так же можно и корабли ремонтировать. Я не понял. Я просто делал похожее задание, когда еще было ранее альфа. Да. Все нормально. Типа мы отремонтировали эту снегу и получили просто на халяву. 175 тысяч у нас уже на счету есть. Так, теперь нам надо как-то... Вот он, кстати, мой пилот. Прикольная, да, ребят? Наконец они вернули эту возможность. В X3 тоже была возможность выходить из корабля в открытый космос. Это просто невероятно. Нажимаем Shift-D, чтобы запросить стыковку с нашим кораблем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Все, братан. Аня, подожди. Ладно. Иди, иди, иди уже, не мешайся. Иди. Иди. Садись, короче. Отвези меня, пожалуйста, обратно в Черное Солнце. Я хочу, чтобы ты проехал через все эти... как подвисал то так подожди нам надо очистить римов ордерс давай обратно а он про просчитывает видите через все эти системы сейчас полетит я не знаю сколько это времени займет ну можно принципе пойти себе чай пока налить а я пока ставлю на паузу господа а чё красота смотрите сидишь только и чай пьешь да твой пилот работать на тебя классно глаза чтобы не никто не убил главное вот это вот самое главное чтобы нас никто не сбил чем походу в кого-то врезали дали чё не пойму что я не понял что случилось протела ты чё творишь давай лети сюда прям и тухар сам по пилотирую ладно пошелся чай наливать взял миссию на ликвидацию пирата банк формирования какая-то пусть эльга в общем сейчас мы убьем я ее уже долго убиваю мне вообще никакой оружие блин менять надо ребята менять фит надо менять более как она быстро регенится ты посмотри девочка там за штурвалом блин до абордажа подойти а был бы вообще классно надо управление по цвет поменять сделал как вылитки вообще был бы классно ух как куда она чухнула то крутим крутим верьте отлично 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 борта 0 и интересно бортовать как проходит дамаг или нет как вы думаете вроде бы каждый не проходит или проходит на посмотреть ну все принципе еще чуть-чуть осталось пушка конечно мне импульсная кажется мк-1 вообще никакая за ее голову около 150 тысяч кредитов дают принципе для начала это очень хорошо отлично мы еще и корабль сейчас походу подожди чё теперь ее надо убить или чё или подобрать ну давайте подберем я я нифига и надо убить походу ликвидировать надо отлично спасательная капсула блин мы походу корабль захватили ребят так спасать капсула что-то я поднять не могу ладно хрень на нее давайте корабль поднимем на сохранить так сохранились теперь по всей миссии нам надо корабль захватить вот так вот ну-ка о прекрасно то села теперь просканировал сто процентов то включаем режим сканирования сигнал лост говорит вот эту шнягу надо сканировать вот например его отканировал сейчас мы подойдем поближе и попытаемся нацелиться правильно чтобы мне кажется сейчас должно тихо так сигнал лост понятно над надо остановиться надо остановиться и взломать шнягу так еще раз остановись пожалуйста гребаный скафандр со струй все стой давай 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 поймал сигнал все все ребят мы его захватили просто тупо захватили оказывается сигнал надо было ловить а идущий твою модель мы захватили корабль дорогие друзья мы его взломали мы его даже успели перекрасить сразу же под себя блин очень классно ну-ка давай ка теперь у нас два корабля есть блин такой прикольный обалденный просто я теперь понял как захватывать корабли находишь короче час минут вешать сяду сначала тихо тихо отлично вот он и и красавчик выходишь из корабля жмешь shift 2 режим сканирования либо enter здесь режимы ставите сканирование и прицеливать сначала просканировать полностью корабль а потом прицелитесь и все ребят что-то мне он не нравится а нет нравится все нормально едет едет ребята летит вернее у него счетов нет нам надо взять щиты так чувак ты меня охраняй пожалуйста не не подожди элита агрессор так как теперь его сделать добавит в мою trade транс трансфер так защищать меня кровать и ты в моем складе то есть я глава он моем складе ну чё я надеюсь ты меня догонишь давайте ребятки мы наверное с вами сохраним игру на всякий случай вдруг что произойдет правильно сразу же пойдем в док оборудование поехали ну и конечно же посмотрим наш корабль вот он наш красавец а вот он наш красавец две пушечки какие-то были на вообще обалденно мы его на нам надо скинул поставить ты меня вообще догоняешь чувак давай давай догоняй догоняй он тоже врубил нормально молодец давай догоняй защищай меня блин вообще классно мне понравился корабль а давайте почитаем они подожди вот так вот нам надо собственность информация ладно может прилетели у нас нет счетов поэтому нужно быть аккуратней даже бустоваться не можем без счетов ребята очень плохо так куда нам надо летит подожди док оборудование ни хрена себе это чё за хрень тут чё за как он здесь оказался от корабль вышел из док что и получается и не не подожди я вдох хочу братан я не на корабль хочу я вдох хочу нормально это думаю что то не то куда он не ведет оказывается вот оно что ребята захватили корабль прямо на второй серии я даже не ожидал арганская федерация нейтрал плюс 6 так теперь нам надо щиты и купить для этой шняги либо продать корабль мы можем в принципе продать корабль лучше мне кажется оставить его как трофей на память у нас работал автосохранение блин какой же он четкий так ладно оборудование чё тут у нас у нас щитов нет насколько я понял ну принципе можно за 54 тысячи купить читы обалденный давайте купим сразу хорошечный добавить плейлист так еще раз мы же добавили его правильно правильно теперь пушки у нас и он бластер генератор щитов чё за хрень братан нам нам пушки нужны так майник дрель ну давайте я вам бластер еще возьмем да или нет не давайте пока что вооружение не будем делать так стуковничный компьютер мк2 поставим далее по дальнему сканирую нас уже есть политический сканер здесь у нас установлен слушайте прикольно вообще классно а дальше дальше мина свой чужой ракета ракету мы можем здесь купить кстати зорница так лазерная башка башня мк-1 нет это нам не надо интересы к пажесном прокачивать или как для него надо конечно же экипаж найти а только бы обслуживая писал персонал на перед специалистов найти как можно найти непонятно то есть у нас здесь что ученики только одни или чё чё-то мне с это хрень и выкинул почему-то так док обгорит так пульсива отлично по поставим стакаником метра мк2 почему-то цена одинаково но это бета по всей небо стей так далее многоцелевые но это трастеры трастеры пока не трогай вооружение тоже генератор щитов мы все покупаем все ребята мы купили а теперь наш корабль более-менее живой теперь осталось движки а у него армейский стоит к мк2 прикинь круизные так у нас получается travel speed 3000 а здесь будет многоцелевой армейский двигатель мк2 круизный двигатель армейский двигатель мк3 нет уж давайте армейский двигатель мк2 оставим принципе как есть нормально да и нам надо ему скин поменять сейчас посмотрим какой ему скинем можем поставить так персонал мы не наняли персонал нужен обязательно а подожди скины будет на все корабли правильно тема 1 тема 2 давайте вот такой скин поставим получается у нас вот так вот корабль будет выглядеть медведь с гитарой корабль новый с хорошими щитами кстати это я там сижу до стою верни да вот у меня стою малюсенький такой хорошечный прикольно ладно нам надо найти персонала но это скорее все будет уже в следующей серии друзья мои спасибо большое за то что вы смотрите данное видео прохождение подписывайтесь на канал играть хорошей игры всем пока до скорых встреч